секундочку как раз всем здорово любопытные кобры каждого савитаря называют ты масла и другая реальность другая высота что-то там инопланетяне у тебя даже еще ты вот в рот да вот это кляп кляп ты беременна в дубы нет нет прикинуть я не хочет короче братуха здорово ну что хотел а ну пока соответственно здесь хотел показать вам небольшой провести рум-тур по квартире откуда это ведут прямые эфиры перевезли по городу как так стопы пока не начался видос хочу порекомендовать им одного крутого дядьку это мой земляк он историк он уже несколько лет предсказывает события которые происходят сегодня из 24 февраля 2022 года если вы поняли о чем я есть у него канал на ю тубе называется один народ это очень грамотный дядька я беру не очень много информации который потом довожу до вас он можно сказать просто живет чат рулетки украинцы его дико ненавидят только из-за того что они могут вывести в интеллектуальном плане давайте поддержим дядьку да даже только из-за того что он очень красиво разматывает оппонентов и доводит их до истерики но для рулетка зависимых это просто клад так как на его канале очень много нарезок чат рулетки так что друзья очень прошу вас подписку и привет от меня очень достойный дядька первый нормальный день лето сегодня в екатеринбурге решили прогуляться по магазинам так жрать просто честно честно на кстати поезда их сейчас а завтра у нас ночь музыки в екатеринбурге так что завтра будет а вот смотри уже готовили ночь музыки походу будет сцена тоже здесь какая-то серебкина тетя оля серебкина будет петь нам где-то здесь у гринвича а муж что здесь она и будет пить играть за работ петь мама люба давай да еще там привет видят к максима максим блять максим вот это круто ночью завтра будет у нас ночью просто петь город для приезжать в екатеринбург соответственно когда это видео выйдет вы уже блять проебете этот день потому что блять все снимается соответственно заранее и укладывается чуть больше но еще страшно просто знаете что в екатеринбурге есть такая тема как двадцать четвертого июня проходит ночь музыки в екатеринбурге в разных локациях в общем выступают разные актеры артисты приезжают люксы и так далее ночь музыки вице губернатор дмитрий александрович ионин да будет садик петь завтра тоже так что мы поим смотреть на площадь 905 года вообще кто не был в екатеринбурге нужно посетить по любому этот город чтобы больше не было желания сюда приезжать не ходила здесь роня на самом деле вот мы пришли городе покушать лаванду кстати а это пассаж пассажа находится заведение такое прикольно лаванда такой светок панорамный крыша панорамная ну и само заведение соответственно отличная мы здесь уже были разочек поэтому пришел еще раз смотрим что у нас здесь по меню я был стадик какой пасту поел вкусно вода инстаграме креветкам прикольно будет паста стронка паста помидора с бакинским томатами сыром строчала ливень и карбонара виталия за пасту родину продаст не она не запаска за макароны макароны с куриным филе под сыром с помидорами шампиньо шампиньо обязательно ценники кстати по ценникам в принципе ценники нормальные в общем я выбрал буду тогда я кебаб с курицей овощи сезонные с солью баб с курицей лаваше с овощами и вот суши ролл хочу какой везет тебе те принесли попить да что это мяка как это нет это киви базилик прикольно вкусненький да нравится вот там любимый блогер Виталий Эдуардович начал разливать новую тематику мы сейчас находимся вот мне вместе попить спасибо веранда лаванда так скажите пожалуйста как вам он там наслаждал вам уже на 40 минут веран доволен да кстати мы уже начали снимать новый формат на канал так что скоро ждите будет прикольный видосик из лайв из жизни интересные встречи интересные похождения в общем будет круто 100% вам дает я везде по городу как ебанат хожу короче с камерой нахуй как будто ты не знаешь ну за тобой здорово и весело я думаю по любому спасибо большое какой роман какова красота какова красота приятно обид спасибо будешь проводить? нет я буду ждать блять свой люля кебаб ты как обычно дольше всех мне кстати сказали что люля кебаб с курицей нет то есть пришлось заказать с говядиной как ожидал уже все выпил нахуй ну так так короче вот по уебусь немножко вам Екатеринбургом смотрите какой у нас охуенный город сейчас в общем мы довольны погодкой сегодня все довольны на самокатах вот это у нас цирк видите куполу дорог цирк сейчас мы пойдем на в новый район кстати вот этот район Ривьера считается самый престижный район да Екатеринбурга самая элита Екатеринбурга города приехали мои роллы овощи сезонные и у Юльки вот такой вот ролл прикольный от шефа короче суть в нем что он замочен лосось в цитрусе и там в свекле и манго и в свекле поэтому он такого света у меня вот такой просто прикольный у тебя там с свисташкой что-ли просто? я не знаю может быть что такое? ну может быть орешки какие-нибудь я короче не бесит когда роллы или куда-нибудь вообще в еду добавляют вот эти все какую траву какую-то для украшения ну нахуя зачем она не нужна? чтобы смотрелось красивенько и вкусненько да она и так здесь без смази ну как Jourda вкусно? оууу шкафов 그걸 довольны уме хотел сказать моська я вспомнил какой ахуяне да? а с чем они у тебя? там креветка про агурет авокадо сладкость спирил у юрки чтобы понимали я именно поэтому такая худая сентября постоянно пишите пора начать есть меня обедает в ряд в ряд вы сами видели руб старше тебя беда всегда всегда прокатывать запрещенное тема тема мы всегда так проверяет пиздит на пиздит кто из нас сожопу ставишь тут по-любому наебать нельзя мы оба берегем люляшечка в лаваше из говядины что хотел сказать я просто не очень люблю говядину тем более люля кебаб я люблю курицы так как курицы нету буду есть говядина по-любому говядину тоже прикольно потому что здесь вкусно вообще вкуснях хорошее готовить умеют вкуснях хорошее оно в отверстие вкуснях хорошее В общем, мы ничего не доели почти, потому что объели все. Короче, вот самое интересное, соответственно, со всего ужина, обеда, ценник. Короче, 3 рубля, где тут? Фокусируется, короче. Ну, в общем, 3 тысячи. Это, кстати, недорого, да? Это, кстати, нормальная цена. Мы обычно едим там по 4-5 тысяч отдаем за такой стол. О, здесь просто объелисти, не доели даже половину. 3 тысячи рублей. Ты довольна? Да. Ну, все, можем валить, короче. Бля, вот это, пиздец, что это там? Что это за цвет волос непонятный? Что это с ним? Что это с их головами? Почему они все красные, синие, зеленые, блядь? Решили бы делиться, девки. Ну, пиздец. Как гласит статистика девочек? В сколько раз больше мальчиков? Ну, на 9 девчонок по статистике 10, ребят. Еще раз как? На 10? На 10 девчонок по статистике 9, ребят. Вот. Надо, понимаешь, цепануть, потому что одна ты какая-то. Блядь, чем с синими волосами это пиздец? Так это лесбухи какие-то. На вкус и цвет. Это лесбухи какие-то. Трансгендеры, блядь. Короче, пидоростия какая-то. Чепушня. Да. Мы услышали, кстати, это слово, когда смотрели сериал. Крапленый. Да. Как он, как она называется? Чепушня, по-моему, нет? Нет. Чепуховник. Нет, как-то и называли, короче, чесотку, блядь. Как-то. Чухатник какой-то, блядь. Чушатник. Чушатник, блядь. Чушатник, блядь. Вот я угорал этому пиздец. Кто придумал вообще... Кто вообще консультировал, блядь, режиссера и продюсера, которые снимали сериал Крапленый? Ну, это же жесть, блядь какая-то. Как они там разговаривают, аж прям, ну, уши режут просто. В общем, у нас уже новый день. 24 числа, 24 июня. 24 числа. И, как я и говорил, что 24 числа у нас в Екатеринбурге будет проходить ночь музыки. Вот. Но скоро на него уже выдвинемся, потому что уже ближе к вечеру. Ждем гостей, ждем друзей. Соответственно, потом пойдем в кафешках, куешки. Оттуда тоже я вам что-нибудь засниму обязательно. Пока. Ну, что хотел? А, ну, пока, соответственно, мы здесь. Хотел показать вам небольшой провести рум-тур по квартире, откуда я там веду прямые эфиры. Вам же по-любому это интересно. Постоянно задаете вопросы. В общем, начнем. Я не буду, давайте, ходи там по спальням и так далее, потому что... Ну, спальня, не спальня. Еще я буду задать. То есть, спальня здесь, сокровенная комнатка. Спальня там просто немножко лично, а по поводу унитаза. Унитаз есть. Это я к жителям Украины. Такая вот картинка у меня. Хорошая, авторская, кстати, картинка. У нас сделана из ниточек. Ниточки на гвоздиках. Какая прикольная. Ну, здесь гардероб, здесь постоянно на чемоданах, видишь? На чемоданах постоянно на дежухе. А еще говорят, собаку надо нам. Какая собака, если... А это Юля. Юля Андреевна здесь. Привет. Вот, кухня. Кухня. Лампочку надо поменять. Мужика в доме нет, блин. Юля менять не хочет. Тебя не умеет. Я тебя для чего вообще завела? Завела. У меня еще не завела, блин. Если бы ты меня завела, я бы сейчас не ходил, бы видео не снимал. Я в спальню бы сейчас находил. Вот такой видок с окошком у нас. Я сейчас начну. На парк. На парк. Вот так вот. Здесь, кстати, почему... Ну, панорамные окна идут по всей квартире. Ну, а так вот окна идут по всей квартире вокруг. Поэтому шторы, соответственно. Так, тут... Ну, это гостиная. По сути, да гостиная, кухня. Просто мы здесь тусин по стену от телевизора смотрим. Либо пятница, либо ТНТ. Ну, а здесь, конечно же, святая святых... Жоржик тут у меня. Святая святых. Это то, откуда идут прямые эфиры. Вы знали? В общем, вот так вот выглядит. Это всё. Ну, здесь, соответственно, включается свет. Здесь всё, два монитора. Я у вас всех вижу. Гомбик. Гомбик. Гомбик модный, пушечный. Вот, что вам ещё показать? Вот, могу показать здесь. Здесь тоже идут окна. Почему мне, если говорят, шторы повесил? Почему шторы? Потому что здесь тоже окна у меня. Они идут по всей квартире. И по спальне. И так вокруг, в общем. Как раз угол дома. Вот здесь сильная речка. Видите, армянский флаг. Вот здесь у нас армянская церковь и синагога. Кстати, я же говорил, что будет новый формат. Это будет как бы первое пробный видосик. Он залетит как первый пробный видос. Вообще лайв жизни. Следующий видос я уже поеду в гости, как и обещал вам, в Каре. У Кары дома. У него дом свой. Там, соответственно, мясо, банька, какие-нибудь рассказы, прикольчики и так далее. Посидим. Вот. Будет, в общем, интересно. Вот. Видаля такой хуительный парень. Кепочка Элидас. Ну, все как надо. Знаешь, как все положено. Вижу, костюмчик мой. Бат. Вот только бат и перестал уже пить. Ну, в общем. Таким меня ребята окружают. В общем, я постоянно в компании нормальных реальных пацанов. Ты видела, какие высокие отношения? Просто пнул ей под жопу. Да, да, я видел. У меня так звали бахтышу. Мы тоже можем внедрить это. Только чур. Я буду пинать. Я первая. Там кто пинал, так и внедряем. Слышишь? Готовый ряд. Зато. Нет? Ну ладно. Зато долгое. Я видел. Чтобы снимать домики. Красиво. Речка вонючая. Утки вон гуси плавают. Что ж, а вот как вы считаете, правда, кто должен править в семье? Ну, мужчина или женщина? Слушай, ну, мне кажется, твоя... Нет, чё, вот если честно, по логике и мышлению. Равно правиль. Да нет, по-любому мужик. Мужик? Ну да. Иначе, ну зачем вообще нужны? Вот, и она там... Ты говори, не останавливайся. Вот такие моменты ты вообще просто можешь не останавливайся. Не-не-не, я больше ничего не скажу. Вот я тоже говорю, что в семье должен быть по-любому, пляси, патриархат. Главный должен быть мужчина в семье. Нет, если мужчина адекватный, ладно. А если вот как ты, то лучше равноправить. А если вот как ты, то лучше равноправить. А если вот как ты, говорите? Ничего себе. Да, потом... Не, ну слушай, это правильно. Знаешь, если просто... Такие, а есть альфа, знаешь, самцы. А есть куколды, блядь, вот эти ёбаные. Конечно, как они могут править? Да. Поэтому мужики должны быть в главной семье. А кого в семье по-другому, кого главный мужчина, ой, женщина в семье, то вы, блядь, ребят, что-то... Где-то что-то вы упустили, блядь. Какой-то моментик важный, причем очень. Возможно, как бы в такой момент ваши женщины скоро приведут третьего самца, блядь, альфа. Который будет, наверное, блядь... Не, второго самца, а почему третьего? Который будет вам делать чайный пакетик. Вместе с вашими женщинами, блядь, блядь. Я, как же, представляешь, после выхода твоего видоса сколько мужчин встанут дома на рога и скажут, я в семье плаваю. Все правильно, пацаны, так и надо. А она такая, цыц. Ты чё, мопс ты, откуда вылез, блядь? Обратно забеги, блядь. Вот такой фартуки, такой, ой, да, правда, чё это я? Берега попутал. Все, отписка. Не, ну я верю, что на меня подписаны только настоящие мужчины, пацаны. Реальные. Нам куколдины, как бы, подписчиков не нужны. Молчи, когда мужчина разговаривает, блядь. Ты, самолявка. Владик, давай-ка расскажи-ка нам по поводу фильма, который мы собрались снимать. Секундочку. Мы очень долго думали. Всем здорово, любопытные. Кобры, как он сам Виталян называет. И очень много народу писало, где третья часть, где третья часть. А мы же как бы не Доминик Теретто, да, как бы там, и как бы не Форсаж. И мы не хотели снимать третью часть, потому что, ну его же убили, Маракеша. И получается, как бы, всё. Вот. Ну, кое-что у нас случилось в жизни, да, если Виталик захочет, вам потом отдельно расскажет. И мы приняли решение снять третью часть. Но это будет не клип, а кино. Это будет долго. Наверное, до Нового года постараемся управиться. Наверное, будут это на два города. Мы хотим сделать это качественно. Да, сюжет будем держать в тайне, но вам будет интересно, потому что так же будут привлечены актёры и режиссёры и прочие-прочие блогеры. Известные личности, вот. Ну, молитесь за нас, держите кулачки. Без вас мы никто, и ваша поддержка очень нужна. Поддерживайте новый, скажем так, став Виталяна. Кто по жизни вот это вот, ну, уже всё, да? 21 век же надо было. Пора, пора уже. Короче, будет пушечный кинщик, который мы сделаем для вас, будет прям, блядь, по-любому. Интересно, всё, как вы любите. Бандитский Петербург, Бандитский Екатеринбург. Сага. Да, в общем, сага. Разлучные дни три. Только это уже будет полноценный фильм. Минут на сорок, ну, там уже посмотрим. Может и подольше. Может и поменьше. Как пойдёт, да. В общем, как будет. Но будет по-любому круто. Ну, так хорошо, что чё, ночь в музыке, когда ещё такое будет. Представляешь, народу сколько приедет, да? То есть Максим будет у нас выступать, Шеряткина будет выступать, Ака, Ака. Ака сорок чё. Витя Ака. Я бы на этого ещё сгонял, Найк Борзова. Помнишь песню? Я маленькая лошадка. Но стою очень много денег. А, да-да-да-да. Это прямо классно. Я бы на кого бы сходил из тех, кто сюда к нам сегодня приезжает, кого я хочу реально посмотреть. Ну, так, присутствовать. Это Максим. Знаете почему? Это, во-первых, как бы, ну, это детство, блядь, наше. Блядь, знаешь, вот такие какие-то песни. Сколько, блядь, сколько целок взорвалось под песню, блядь. Сто процентов, реально. А как же это ещё ваша любимая? Другая реальность, другая высота. Чё-то там инопланетяне. Ты, я, ну, жёстко. Жёстко. Бля, я первый раз слышу, это, конечно? Я тоже. Можно ещё на Бэтблус ходить. Это что такое? Это чё, это, классик, классик. Вообще огонь вообще. Ты чё, это 80-е годы. То что, хоть одну песню назови. Да, они по-английски поют. Это всё равно, что Мэрдин Мэлсон, на тебя перепеть. Напой. 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 Давай, Саша, напой. Давай, Саша, напой. Я могу включить. У меня есть подожди. Да, не Бэтблус. Бэтблус, это жёстко. А я ещё помнишь, что группа была Blue, которую с этим пили? С Селтаном Джоном. Сейчас, сейчас, сейчас мы запилим. Вот это пушная, да? Да, вот это пушная. Хотя, и ходят пидорги, они нормально. Смотри, говорит, давайте сходим на Бэтблус. Гуглят, гуглят. Андрея, на вод за цене. Вот. Бэтблус, ты чё? Это прям моя классика и пошло сейчас. Слушай. Вот они, чувачки. Да, да, да. Красавчики, да, да. Там не пичувочки сейчас такое затворят. Слушай, слова сейчас у тебя. Про Panasonic будут стоять. Слушай. Слушай. Скажи. Панасоник. 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 Панасоник, Панасоник. Панасоник, это вот так с тобой носили. Да, да, да. Панасоник супер-ёжик. Да, да. Запрошу. Это мне вот это Блу обламывает. Ну ладно. Блу. Тоже на Серябкино не был. А, Серябкин увидел? Нет. Нет. Я даже не знаю, кто это так. Не знаю. Какой-то. Серябкино это новый мэр города. Не галибуль. На мэр города, да. Бля, мы тебя ждём. Смотри, какая-то башня. Эффектная какая. Это ты, Маса, да? Да, Икатеринбург где-то. Ты откуда такая нарядная? С центра. Прикольно. А где тут крои? Сейчас нам надо, короче, сходим от Харькова. У тебя даже ещё ты вот в рот, да вот этот. Кляп-кляп. У нас же веселье. Это шарик из дружек, это ладжет. Ты беременная что ли? Я просто жирненькая. Жирненькая, она 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 жирненькая, она жирненькая. Жирненькая, она жирненькая, она жирненькая. но в дубы в дубы давай поснимать сзади смотреть еще для девыса шлям телезрители увидит ничего нечего это 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 заебись ну чё-то на стенах есть прикольно сарега цыка эффектно с из кляпан дубы нет нет прикинуть я не хочет короче я не хочет так и добывать да вот тебе с обидел девку не стыдно людей это правда ну кляп прикольный дуку мы блогеры короче представляешь начинающий не мама камеру купила короче это представляет 4 4 часа утра у соли сколько народу блять это просто пиздец какой-то но у нас за то есть крут крутой водитель добра это кенчен ир на брату пойдет в брату на дороге на открыть открыть горела пацаны да нормально мы тоже из этой очереди вышли чё бой огонь и как вам сегодня ночь музыки слушай на людей посмотрели себя показать пойдет самый респект то что весело допудово это на это по-любому услышал анекдот сейчас просто дуба 2 потому что юля про и плане он нашел или еще не про и плане она не слушать и пошла поехала нет она услышала там не видно ты в центре внимания я сейчас выключу мужчина женщина все там семья полноценная все нехорошо любовь там безумная блять и детей ну не получается вот два три короче стараются никуя не получается там учи делать все пошли к врачу и врач соответственно говорит ну блять там все анализы сдали все не растет у вас вообще совместимости ноль горит для этого надо все где кому слезы как бы расстроились они гречи делает а подскажет он такой ничего могу подсказать может ну не знаю что нибудь как-то может же суррогатного по маму куда-нибудь на может у какой-то есть хороший ну который может помочь там есть да ну на говорит просто сделает а выгод воспитаете как своего все индуки задумались таки друг на друга посадили на вроде как бы есть приходит домой чувак дергать своего друга лучшего там грешусь братан вы пиздец набухались короче он ему рассказал историю друга лучшего дамы суши были сделать пожалуйста ну каким ребенка отыгрывать как бы все равно лучше друг там сколько лет уже месяц знаем и выпили бутылку сидят и взяты 2 пошла там привод для друг другу вместе там обнимая друг друга третий бутылка в итоге в итоге ладно короче все окей в итоге все ладно договорились короче блять все третью бутылку допили ну ладно иди короче жене в комнату все он уходит на делаете делать этот сидит бьет для музыку рубил ревет блять там расстроены для минут через семь короче он приходит такой вот такой ширинку застегивает все типа он такой чудак быстро там для брата не после работы на хрустал пиздец так в рот толпаса какие-то пельмени сексуальные пушечные пельмени все запищённые жесткая тема с грибочками там это короче мы приезжаем в москве все что то есть сидим в отеле нахуй ну ладику грим слышь пойдем у тебя короче сводим в охуенный ресторан итальянский любишься там на площади на красный называется ля боттега сицилия короче пушечный ресторан кто кстати курс москвы я говорю бля охуенный там паста блять пушечная ну итальянская кухня все короче он куплю да все пойдем мы приходим все там ну все прям в лакшери там ценник блять бомбические вообще там итальянцы французы да и мы садимся мы садимся я там заказываю себе пасту там определенную какую-то там наш до пинетом с под соусом дурблю там юля заказывай себе пасту и владик у меня котлеты есть потому что нежная для желудка полезно ему пока у какой рисовал везде просто блять пюре котлеты пельмени реально прямо вообще огонь вот садим и здесь ульки были недавно здесь называется как строганов гриль вот в екатеринбурге на улице еще до пилинского да кстати охуенно кафешка пушечная такая здесь все мы здесь только не ели короче здесь вообще все пельмени обязательно попробуйте с сыром возобещенной по сыром с грибами сали все заказать все я что-то обязательно придет один саня на цезаре был саня надея не следит за фигурой по а на но и и и и и строго на в гриль до дня еще раз говорю что это крутое заведение на белинского здесь крутой контингент здесь бомбическая кухня вам советую сюда прийти вы знаете меня так что девочек мы сегодня благодарим вот он 5000 за вашу выдержку мы вредные клиенты сейчас я допиваю свое пиво и мы короче валим отсюда спасибо спасибо спасибо